Раньше, по крайней мере, допускалось, насколько я знаю, на платформах Густех размещать какие-то сторонние приложения, прикладные я имею в виду, монолиты в том числе и так далее. Сейчас как? Уже всех обяжете перейти на единый конвейер, на единый девопс конвейер и на полностью архитектуру платформ V, либо будет допускаться некая вольность? И раньше вольности не было. Многие так воспринимали, что когда читали наши требования, говорили, смотрите, там есть ready уровень, давайте мы такое сделаем. Это на самом деле, в общем, была неправильная трактовка. То есть мы изначально идем к нативным облачным приложениям, и тот же самый PGS, он был достаточно сильно переработан для того, чтобы этому соответствовать. И, конечно, мы ориентированы на единый конвейер, сборочный конвейер, потому что в данном случае он является таким безопасным входом, потому что у нас по исследованиям в стек ключевые инциденты, связанные с информационной безопасностью, возникают в двух сегментах. В пользовательском сегменте и в сегменте разработки. То есть у нас сами разработчики очень много заносят плохого внутрь, соответственно, ГИСов. Либо внося open source, не проверяя его на качественность, либо сами, не пометуя, не защищая свое место разработчика от угроз, банальных от антивирусной защиты. В итоге для обеспечения надежности и безопасности все ГИСы должны собираться на конвейере. Для этого мы обсуждали, в том числе в Казани, с многими компаниями. Диасофт является спонсором, очень большой вклад сделал в разработку методик производственного конвейера сборки программного обеспечения. Мы реализовали на сегодняшний момент 16 из 20 гейтов контроля качества сборки ГИСов, включая статический анализ кода, включая интеграционные тесты и так далее. Впереди есть еще вопросы, связанные с динамическим анализом кода и другими более сложными историями. Важная история, то есть важная мысль, которую я хотел подчеркнуть, что конвейер является необходимым, обязательным входом для сборки ГИСов. И он обеспечивает принцип безопасности разработки программного обеспечения, чтобы потом, когда все это заносится уже в продуктивный контур и работает с персональными данными, с государственными данными, обеспечивать высокий уровень защиты. И все это для этого и строится. А конвейер в конвейере может собираться только из тех элементов, которые размещены уже на платформе, да? И того софта, тех решений, баз данных и так далее? Конвейер в данном случае, да, у нас выполняют функции CICD, и непрерывную интеграцию, и непрерывный диплоймент уже в продуктивную среду. И в конвейере используются достаточно широко распространенные технологии, которые для многих команд неизвестны. Это и Jenkins, и ArgoCD, ряд технологий. Просто они собраны вместе и импортозамещены, по сути, и аттестованы именно тоже как государственная информационная система. Вот сейчас, насколько я понимаю, новые все ГИСы должны быть только, да, наверное, на платформе Гостех создаваться. И вообще государственные, все госструктуры должны переходить, да, вообще по всем своим задачам на Гостех, наверное, в каком-то там, в какой-то перспективе. А есть в отношении госкомпаний или других секторов какие-то планы или цели тоже их перетащить на единую систему? По государственным информационным системам, да, там есть определенные процедуры оценки целесообразности. И в правительственной комиссии утверждается план. То есть у нас план по этому году, то есть расширится там до 55-60 потребителей различных, в основном за счет региональной структуры, ну и ряд утвержденных на страцессе правительстве систем, ну, переходит в фазу уже реализации в 2024 году. То есть то, что в 2023 году проектировались, сейчас мы начинаем уже разрабатывать на платформе. И по госкомпаниям, госкорпорациям мы столкнулись с достаточно серьезным интересом, потому что, по сути, им это предстоит только сделать. Для большинства из них звонок прозвенит 1 января 2025 года по указу, потому что они должны будут импортозаместить всю свою инфраструктуру под критические информационные системы. И в этом смысле у нас достаточно большое количество запросов. Мы рассказываем, как мы это сделали, именно на полости отечественном, и аттестовали по наивысшему уровню. Им этот опыт интересен. Мы сейчас обсуждаем разные возможности взаимодействия с госкомпаниями, госкорпорациями. Пока итоговых решений нет. Понятно. Коллеги, вопросы к Василию Витальевичу? Так, сейчас. Там даже много. Добрый день. У меня, как у представителя госсектора, непосредственно работаю в фаиве, вопрос контроля разработки ГИСов. То есть, если сейчас ГИС будет разрабатываться на платформе гостеха, какие есть инструменты с точки зрения контроля разработки, потому что есть подрядчик, который код, грубо говоря, делает. Есть фаив, у которого слабые, откровенно слабые компетенции проверки кода и вообще что там накользил, так скажем, подрядчик. И есть требования регулятора, то есть стек ФСБ. В данном случае, как закрывается трек контроля от начала, так скажем, работ по проекту до этапов сопровождения, когда уже ГИС создан, аттестован и он уже работает. Но нужно контролировать, что делает подрядчик с точки зрения модернизации, обновления, какие, грубо говоря, были входы, и какие действия были пользователям. На практике мы столкнулись с двумя подходами. Мы, по-моему, уже в этом зале как-то в свое время проговаривали год назад об этих подходах. Первый – это когда компании имеют внутреннюю развитую систему управления производством. Это крупные компании. И второй случай, когда они не имеют. И модель здесь на самом деле может отличаться. И мы пошли как раз по тому сценарию, который я расскажу. В случае, если крупные компании, там несколько тысяч человек у них разрабатывают, у них своя экономика, свой процесс управления, то заказчику они в данном случае отдают артефакты по согласованным точкам производственного конвейера. Вот, соответственно, вот здесь штрих-коды нашего сайта и один из документов, который там размещен, называется «Методические рекомендации по производственному процессу». разработки. И там все гейты, по которым вы можете контролировать подрядчик, они описаны. И в этом смысле у нас ориентация именно на приемку артефактов в момент сдачи, как правило, синхронизируется с этапностью сдачи актов по государственным контрактам, по которым вы им заказали. Соответственно, это электронные модели, диаграммы развертывания, диаграммы процессов и так далее. Все это может быть в машиночитаемом виде сдаваться. В другом случае маленькая команда, у которой нет инфраструктуры разработки, тогда она полностью может реализовываться здесь. Но вопрос, опять же, вы выходите с точки зрения контроля. Я бы здесь говорил больше о совместной реализации проекта со стороны государственного заказчика и команды разработки. Потому что вы можете договориться с ними о циклах релизных, например, раз в две недели. И вот они, грубо говоря, на стенде разработки разрабатывают, вам демонстрируют раз в две недели свои приросты по функциональности. И в этом тоже есть определенные... Насколько я понимаю, вопрос был еще, помогает ли ГУСТЕХ как-то контролировать код с точки зрения его качества и безопасности? С точки зрения безопасности у нас методика безопасной разработки программного обеспечения, она согласована с ФСБФСТЭКом и, соответственно, элементы контроля безопасной, то есть статический анализ кода, ряд других проверок встроены теми средствами контроля, которые есть. Если вы говорите про контроль именно с точки зрения безопасной разработки. Тут не только вот этот вопрос, а с точки зрения постановки задач. То есть есть работа с подрядчиком, постановка задач. Ну, условно, там есть инструмент GER, точнее он был, сейчас мы его не можем использовать. Есть Microsoft Project, который там ватерфольные проекты может вести. Для госсектора инструментов сейчас этого нет. И то есть то, что прописано, условно, в госконтракте, то и проверяется. Условно, первый этап должен быть выполнен, то-то, то-то, то-то. Но текущая работа и кто что сделал из исполнителя у подрядчика, этого инструмента нет. И ведение документации по проекту, по сути, ограничивается тем, что дает подрядчик. Но из-за слабых IT-компетенций у файлов этот трек настолько сильно упущен. Вот я по своему опыту вижу, потому что у меня большой опыт в коммерции, так скажем. И сейчас, когда я в госсекторе вижу, как разрабатываются ГИСы, ну, нет слов. Вы про что говорите? Про формирование постановки задачи? Про ТЗ? Да. То есть непосредственно отслеживание всех задач. А как вам гостех поможет ТЗ формировать ведомство? Вот с этим и вопрос. Будет ли учтено, что на гостехе есть платформа, условно, там, копии, там, джиры, там, копии, там… В общем, джиры и ТЗ. Джир – это инструмент для разработки и описания. Чтобы прийти к конкретному пункту ТЗ, нужно выполнить ряд действий. Вот эти ряд действий… Да, такой, давайте я сокращу дискуссию, потому что мы отнимаем время у следующих участников, и мы продолжим с вами. Смотрите, да, есть ряд функциональностей, которые позволяют формировать требования, управлять эпиками и документировать определенные шаги. Такой функционал базовый есть, он для тех команд, которые не развиты инфраструктуры, доступен. Что вы говорите? Слушайте, ну, мне кажется, вот здесь философски отвечу, потому что… Вы это требуете или нет? Слушайте, есть обязательные проверки, которые мы устанавливаем по принципу quality gate-off. Ну, то есть шлюзы качества, и мы определяем эти шлюзы качества, их там 16 штук, методологии не описаны. Вот, при этом конвейер сам настраиваемый. Можно исключать, да. И это вопрос на… Да, при этом понятно, что есть какие-то вот жесткие вещи, которые мы, например, не будем исключать. То есть это проверка, например, контроль исходных кодов, размещение в архитектурном репозитории. А какие-то это на усмотрение заказчика или конкретно системы. У нас разные конвейеры, например, мы там конвейер для ГИСа, либо для витрины, они разные будут. Он настраиваемый. Еще вопросы, коллеги? Спасибо большое за внимание. Секундочку, Василий Тович, еще секунду. Простите, я сейчас задержу на минуту. На слайде был указ достаточно большое число программно-аппаратных комплексов под разные задачи. Вопрос в следующем. Видите ли какие-то ограничения в аппаратной части, то есть тех рестровых решений, что есть в реестре Минпромторга? Если да, то под какие задачи видите развитие, то есть что нужно добавить вендорам, кто работает в этом секторе? Спасибо. Мы используем решения различных производителей и используется серверное оборудование компании «Ядро» и серверное оборудование «Скалы». Если говорить про сетевую, про сетевую, про сетевую, про сетевую оборудование, тоже там достаточно широко известны, представлены на российском рынке компания. Мне кажется, вопрос, ну, там есть практики применения тех или иных решений для отдельного класса ГИСов. Ну, там виртуализированные истории слабо теряют в производительстве, не позволяют вытянуть большие, но там можно играть за счет изменения архитектуры. Ну, мне кажется, в целом для российского рынка сейчас важно добиться надежных решений в части систем хранения данных, high-end класса, пока с ними дефицит. Ну, и вот то, о чем я говорил, это решения на графических ускорителях. Продолжение следует...